Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то новый влог, давно не виделись. В общем, прошла неделя с моей поездки в Дубай, у меня немножко болит горло, так как меня продуло сначала в отеле, потом в самолёте, и вот, холодная погода ещё была, так что мне немножко не повезло. У меня здесь два Дайсона. Вот один, это новый, и вот второй, только коробка от него, тут всё остальное у меня лежит, это старый, если можно так назвать. Вчера у меня появился новый Дайсон, и этот старый я буду продавать, завтра я повезу его на продажу, и поэтому мне хотелось бы напоследок сравнить их, рассказать какие-то уже плюс-минусы. Я сегодня уже опробовала новый Дайсон немного, хотелось бы показать, возможно, кого-то это интересует, кто-то думает, что купить старый, не париться, или всё-таки немного добавить и купить новый. В общем, всё, я сейчас вам расскажу. Давайте начнём с коробки. Коробка, это, естественно, первое, что мы видим. И у нового Дайсона можно заметить, во-первых, это съёмная крышка. Извините, я тут на фронтальную снимаю, потому что на основной я себя просто не увижу. Вот такая крышка, она тёмно-синяя, хотя Дайсон у меня серо-золотой, вот такого цвета. Разница в том, что здесь крышка съёмная, здесь на старом она, получается, сшита и идёт вот целиком, то есть её никак снять нельзя. То есть полный корпус получается. Вот здесь же идёт крышка, идёт сам корпус. Я читала, что многие жаловались, что эта крышка просто откидывается, и её никак нельзя поставить, многим она мешала. Здесь же, видите, крышка ставится на основной корпус, и вот так вот можно это всё хранить. Это очень удобно, вот, но мне вот эта крышка нравится больше, потому что, во-первых, она, насколько я знаю, она сделана из кожи, то есть она кожаная, она очень приятная на ощупь, прям такая плотненькая. Здесь все шовчики, всё прям так хорошо прошито. Вот, смотрите, вот на солнечном свете, как хорошо видно. И вот каждый-каждый шовчик всё прошито очень хорошо. Здесь же, на новом Дайсоне, эта крышка явно не кожаная. То есть, скорее всего, она сделана под какой-то кожзаменитель, она какая-то мягкая здесь, то есть она продавливается. И, скажем, если я проведу вот так ногтем, здесь явно останется след, очень видимый. Если я проведу ногтем здесь, ничего не будет. Опять же, здесь нет никаких шовов, то есть она такая плотная, но она приклеена сверху. То есть здесь можно заметить, что вот она приклеенная. Здесь тоже такой шов, то есть вот она проклеена получается. Также и с самой коробкой, тот же самый материал, и вот здесь вот она проклеена. Если честно, выглядит странновато, как она так проклеена. Скажем так, даже не супер качественно. То есть качество в коробке явно проседает. И ещё один минус именно новой коробки. Минус новой коробки в том, что здесь только идёт вот такая картоновая штучка. Получается, что у меня просто вот такая идёт пустая коробка без разделителей. Это если я уберу картон. Здесь же в старой коробке разделители идут здесь сами по себе. То есть это здесь пределно, я не знаю, как объяснить. В общем, вы это не достанете. Вот эти разделения, они вот, они так и идут здесь, получается. То есть это нельзя достать. И получается, что вы аккуратненько все насадки складываете и храните вот таким образом. Ничто никуда не падает, не скатывается и так далее. Какие у нас отличия сами по себе? Во-первых, разный цвет. Вот новый, вот старый. По размерам они, по-моему, не отличаются. Насколько я знаю, они немного отличаются по мощности. Новый, соответственно, чуть мощнее. А так я, честно говоря, вообще никакой разницы не вижу. Так, давайте сначала посмотрим отличия между вот этими щетками. И вообще я не умею ими пользоваться. Я ими не пользовалась, но можно заметить, что... Ну, это, скорее всего, просто из-за самой расцветки. Но здесь как бы это матовое, а это блестит. Вот, в принципе, на этом все. По фильтрам так же выглядит. По щетинкам, по длине. Кстати, я думала, что для лонг-версии вот эта щетка длиннее, но нет. Можно заметить, они одинаковые. Вот такие щетки. Это, по-моему, для более мягких волос есть такая. И есть такая для более жестких волос. Можно заметить, что, в принципе, щетки тоже одинаковые. В новой версии щетка сильнее поворачивается. Также вот щетки для более жестких волос. Они выглядят абсолютно идентично. Ну, хотя нет, все-таки есть различия. Но не сильная. И опять же, эта щетка. Она также чуть менее подвижна. И эта вот такая. Насадки для фена выглядят абсолютно по-разному. Есть вот такая насадка для старой версии. И вот такая для новой. В чем отличие? Эта насадка, это просто фен. То есть вот она дует вот отсюда. Вы как бы это вот так надеваете. Вот так это выглядит. Здесь включаете. И отсюда оно дует. И вы просто сушите феном свои волосы. Здесь же эта насадка, у нее несколько функций. Вот эта вот вещь. Она поворачивается в разные стороны. То есть вот видите, я поворачиваю. Могу опять повернуть. Когда насадка на вот такой настройке, скажем так, то отсюда просто дует поток воздуха. И вы сушите свои волосы таким образом, что здесь видите, оно как бы выдувается таким. То есть оно не просто дует на вас, да? А именно таким вот. Я не знаю, как объяснить. Я думаю, все поняли. И таким образом можно сушить волосы, что они будут у вас немного вытягиваться. И в принципе, очень правильно сушить волосы. Не вот так вот на себя, не вот так вот, не вот так вот, да? А именно вытягивать длину волос таким вот потоком воздуха. Но когда вы поворачиваете эту насадку, то есть вот я, допустим, посушила, я ее поворачиваю. И здесь я уже могу менять направление, в какую сторону оно будет дуть. Для чего это сделано? Когда у вас торчит пух, у меня сейчас не торчит, я все пригладила. Но обычно, когда вы сушите волосы феном, бывает такое, что у вас торчат здесь волосы в разные стороны. Я беру эту насадку и вот так я перещелкиваю. И здесь идет поток воздуха, который приглаживает мой пух. Вот он его приглаживает. Вот, посмотрите, у меня выбивается мой пух вниз. Вот. И вот таким вот образом можно выпрямить даже волосы. Ну, конечно, как выпрямить или мы их не выпрямите, но, однако, торчащие волоски убрать можно. Или можно взять отдельную прядь и вот таким вот образом и ее выпрямить. Ну и что, переходим тогда уже к самым главным насадкам этих стайлеров. Это насадки для накрутки. В новой версии идет всего две насадки. И так как у меня лонг, они длинные для длинных волос. Вообще, как бы, сама цель покупки этого стайлера это то, что у меня уже длинные волосы и просто длинные насадки. Вот такое не хватает на длину моих волос. И так как я еще хочу немного их отрастить, вот по возможности, конечно, то, естественно, в дальнейшем уже будет не хватать длины этих насадок. Вообще, когда я покупала старый стайлер, я либо не знала о том, что есть лонг-версия, либо я как-то не придала этому значения. Я бы, как бы, первоначально купила бы лонг-версию. Но, как получилось. В новой версии всего две насадки. Это, по-моему, диаметр 30 миллиметров, это 40 миллиметров. И в чем отличие? Здесь их всего две. И на каждое направление от лица нужно накрутить волосы. Что мы делаем? Мы здесь видим две стрелочки и просто переключаем на ту сторону, которая нам нужна. Допустим, нам нужно накрутить вот эту сторону. Мы переключили. Крутим эту сторону. Накрутили. Переключили. Крутим эту сторону. Точно так же и с этой. Здесь же в старой версии точно так же идут 40 миллиметров и 30 миллиметров. Вот так они выглядят. Такие они, конечно, коротенькие. То есть у меня, когда я накручивала волосы, сейчас, конечно, показывать не буду, но, допустим, вот я накручиваю и у меня просто кончик уже вот провисал так, что не хватало как бы длины насадки. Вот. И здесь, как видите, вот такие стрелочки нарисованы для того, чтобы крутить точно так же волосы в разное направление. То есть, видите, это у нас получается для этой стороны. Сюда крутим. Это у нас для этой стороны. То есть мы взяли эту насадку, накрутили, сняли ее, надели эту насадку, накрутили эту сторону. Ну, или более таким большим диаметром то же самое. Я уже, честно говоря, привыкла к разным насадкам, поэтому, когда крутила на эту, то несколько раз ошибалась сторонами, либо забывала, на какую сторону я кручу. Вот. Так что тоже нужно привыкать, но это очень удобно, что не нужно менять насадки, так как они вот эти все равно нагреваются. Иногда бывает горячо брать насадку и менять ее. Но, как бы, ничего страшного, пальцы вы не сожгете, просто, ну, такое бывает, что горячо. Я беру одну прядь, ну, скажем, я просто так возьму, да, не будем ничего разделять. очень долго. Если вы хотите, я могу записать отдельное видео с укладкой, но, извините, не сегодня. И что я делаю? Я смотрю, в какую сторону я поставила. Так, мне нужно переключить. Переключила, видите, стрелочки совпадают. теперь я беру просто вот так, ничто, никуда не накручиваю, не перекручиваю, просто один раз обернула прядь волос, выставляю самую высокую температуру и самую сильную мощность и включаю. Так, и вот магия произошла. И вот таким образом я накручиваю всю прядь и жду. И просто стягиваю стайлер. вот и вот такая кучеряшка у меня получилась. Пока что не совсем красивая. Хорошо, давайте еще одну прядь делаем. Так и быть. Просто, понимаете, я уже 50 раз, наверное, накрутила сегодня их. Потому что я пробовала разные режимы. Я думаю, что они просто уже не соглашаются держать какую-либо укладку. Вот, опять один раз перекрутила и включаю. выключаю и оп, вот уже получше. Вообще, рекомендуют после того, как вы подержали горячим воздухом, рекомендуют подержать холодным. Но не знаю, почему я пробовала и у меня этот метод работает не очень успешно. вот у меня лучше работает, когда я только горячим воздухом держу. Что хочу сказать по общим впечатлениям. Естественно, мне больше нравятся длинные насадки, так как они, как вы видели, закрутили полностью мой волос. Если бы я сейчас включила эту насадку, то у меня накрутилось бы до половины и все. Дальше у меня либо кончик волоса бы стал вылазить с этой насадки, либо длина не полностью бы прогревалась и соответственно ничего бы у меня не закрутилось так хорошо, как на длинные насадки. Смотрите, по тому, какие у вас волосы, если у вас волосы длиннее уже вот, скажем, вот видите, у меня тут полосочка, если у вас волосы длиннее, то лучше уже тогда покупать лонг-версию, так как такие короткие насадки полностью не будут прогревать ваши волосы, они не будут так хорошо укладываться. Если вы знаете, что вы когда-то будете отращивать волосы, или они у вас уже длинные, лучше всего купить с длинными насадками. Можно купить и старую версию, но я не знаю, продается ли она сейчас в магазинах. Если у вас есть либо старая версия, либо новая версия, либо вы поменяли со старой версии на новую. В общем, напишите мне об этом, напишите в комментариях свои отзывы, свои впечатления. Мне будет очень интересно почитать. Всё, друзья, до завтра.